МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Катерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Строительство продолжается, когда в Сарую появится новая детская поликлиника. Длинные очереди, недели ожидания. Почему произошел сбой в работе МФЦ? Педагог-психолог России 2021 Александра Ромашкина вышла во второй тур регионального этапа всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Зимой 2019 года детская поликлиника с проспекта Мира временно приехала на проспект Октябрьской. Старое здание передали в видение Свято-Успенского мужского монастыря. Год назад началось строительство нового здания детской поликлиники на улице Чапаева. На каком этапе работа на объекте, когда медицинское учреждение откроет свои двери для саровчан? Работы продолжаются. С мая подрядный договор на строительство детской поликлиники на Чапаево заключили с организацией «Инстройпроект» из города Рузы Московской области. Опыт постройки подобных объектов у компании богатый. В пандемийный период они активно работали по всей стране. В июне подрядчик уже начал работы на площадке. По плану этому, если говорить про работы, которые на этот год запланированы, мы должны завершить железобетонные конструкции несущего каркаса, ограждающие конструкции, что позволит тепловой контур закрыть и производить работы внутри помещений в зимнее время. Также к ноябрю должны вести наружные сети все. На площадке уже начали бетонировать конструкции стен сокольного этажа. Рядовое событие в графике, но символичное для этой стройки. Работы на которой так долго были заморожены. На площадке трудятся 20 сотрудников и 4 ИТР. В ближайшее время планируют установить башенный кран, что позволит привлечь до 20 рабочих дополнительно. Также по мере развития фронта работ коллектив будет расширяться. Достаточно жесткий график стройки порой беспокоит соседей. Просили мне шуметь в воскресенье. Но у нас по планам, опять же, организация работы две смены, если это потребует процесс производства. Но, естественно, будем стараться минимум приносить неудобства жителям. Но, опять же, нас тоже нужно понять, у нас жесткие сроки, нам нужно укладываться. Несмотря на то, что подготовительный период немного затянулся, из-за особенностей закрытого города, подрядная кампания не отстает от графика. К концу этого года возведут каркас здания. Пятиэтажное здание площадью более 8 тысяч квадратных метров планируют сдать в эксплуатацию в ноябре-декабре 2022 года. В России изменился порядок въезда для жителей страны, которые возвращаются из-за рубежа. Постановление главного санитарного врача вступило в силу 7 июля. Согласно новым правилам, те, кто прошел курс вакцинации или переболел COVID-19, смогут не сдавать ПЦР-тест, который ранее был обязательным. Все остальные должны будут сдать один ПЦР-тест в течение трех дней после возвращения. До получения результатов анализов они должны соблюдать режим изоляции. Ограничения для россиян, которые возвращаются из-за рубежа, начали действовать с начала мая. Все туристы должны были сдать два ПЦР-теста. Первый в течение 72 часов после пересечения границы, второй в срок до пяти дней. При этом разница между тестами должна была составлять не менее суток. Ограничения были связаны с резким ростом числа завозов COVID-19 в Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечала, что около 1% от всех вернувшихся из других стран туристов сдают положительный тест на коронавирус. Минимальный размер оплаты труда вырастет в следующем году на 6,4%. Об этом сообщил Минтруд. По предварительной оценке мурот составит 13 617 рублей. Сейчас он равен 12 792 рублям. В ведомстве отметили, что эта мера обеспечит повышение заработной платы для 4,5 миллионов россиян. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Горячую воду отключат в Сарове с 19 по 18 августа. Произойдет это в связи с плановым ремонтом системы водоснабжения. Если специалисты завершат работу раньше намеченного срока, Департамент городского хозяйства проинформирует население дополнительно. Вода соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в установленных местах массового купания горожан, пляжах озера Протяжного и пруда Борового. В этих водоемах исследования воды провели специалисты Центра гигиены и эпидемиологии номер 50 ФМБ России города Сарова. За последние сутки в нашей стране выявили 23 962 новых случаев коронавирусной инфекции. В Нижегородской области за сутки зарегистрировали 477 заболевших. В Сарове с начала пандемии выявили 16 326 случаев COVID-19. 15 978 человек выздоровели. 39 человек госпитализировали в КБ номер 50. Из них два саровчанина в тяжелой степени, 36 в средней степени тяжести, один в легкой степени. На карантине 91 горожанин. С начала наблюдений в городе от ковида умерли 133 человека. Пару месяцев назад саровчане начали жаловаться на сбои в работе многофункционального центра. В очереди приходилось ждать по несколько часов, а желающих предварительно записаться принимали через месяц после обращения. Почему возникли проблемы, саровским журналистам рассказала руководитель МФЦ по Нижегородской области. Когда МФЦ открывали по всей стране, на выбор им предложили две модели устройства – муниципальную или региональную. Нижегородская область выбрала первый вариант. Со временем все больше МФЦ от муниципальной модели стали отказываться в пользу централизации, чтобы на уровне хотя бы своего региона привести все к единым нормам. Наша область тоже пошла по этому пути, и в июне процесс завершили. Все учреждения стали единым центром. Но в Сарове реструктуризация привела к тому, что часть сотрудников решила уволиться. Дело в том, что для многих районов области нашего региона было принято решение увеличить график работы МФЦ. МФЦ тоже не может работать до 5-6, потому что люди тогда просто сюда не успевают. В связи с этим в крупных районах решение принято такое, что все выравниваются под центральный город, под Нижний Новгород, и предполагается график работы с 8 до 8 ежедневно, без обеда и половина дня субботы. Такой режим работы предполагает при 40-часовой рабочей неделе плавающий график для сотрудников. Многих работников такие перемены отпугнули. Плюс был неясен вопрос заработной платы, потому что ее тоже приводили в соответствие с принятым в регионе уровнем. В итоге людей стало не хватать. Возникали очереди, саровчане по несколько часов ждали, чтобы решить свои вопросы. Пока проблема с кадрами не закрыта, МФЦ в Сарове вернулся к прежнему графику работы. Как только будет наполнен штат сотрудниками, то есть мы не можем говорить, когда этот норматив по наполнению штата мы выполним. Если это будет завтра, безусловно, я думаю, что вернуться к рассмотрению графика в прежнем режиме мы сможем в более кратчайшие сроки. Если этот процесс несколько затянется, то в любом случае мы к этому вопросу вернемся, но несколько в более поздние сроки. Сейчас идет набор сотрудников. Областное руководство ведет переговоры с вузами, чтобы закрыть кадровый вопрос. Принимают людей без опыта работы, обещают всем научить. Помимо трудностей, реструктуризация принесла с собой ряд положительных моментов. В том числе это расширение перечни услуг, которые будет оказывать МФЦ в нашем городе. Есть еще ряд услуг платных, либо дополнительных, бесплатных для граждан, которые будут, естественно, здесь применяться, так как применяются уже на территории всего региона, или части региона. То есть мы это тоже распространяем везде. Как вариант могу вам сказать, что это, например, там полис обязательного медицинского страхования. В Нижнем Новгороде мы делали это очень давно. Будем распространять это на всех. Также обещают заменить пришедшую в негодность технику и мебель. Вопрос с обеспечением бесперебойной работы многофункционального центра держит на контроле администрация города. Встречи с областным руководством проводит и сам глава города Алексей Сафонов и его заместители. Я хотел бы обратиться к жителям города Сарова с просьбой отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Могу заверить, что администрация города Сарова этот вопрос контролируется совместно с руководством многофункционального центра. Еженедельно, а то и по несколько раз в неделю проводятся соответствующие совещания. И надеюсь, что в ближайшее время работа многофункционального центра города Сарова, она нормализуется. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Евгений Зыбин. Служба новостей Саров-24. Подать заявление на назначение выплату пенсии, оформить сертификат на материнский капитал, поменять права или получить справку о долгах по налогам. Все это можно сделать в многофункциональном центре. Сбой о работе МФЦ в Сарове вызвал недовольство у горожан. Мы решили узнать, как часто жители пользуются услугами центра и есть ли у них претензии к обслуживанию. В последнее время саровчане жалуются в социальных сетях на работу многофункционального центра. Одни пишут о том, что не могут туда дозвониться, другие утверждают, что для подачи заявления им приходится стоять в километровых очередях. Мы решили узнать у саровчан, так ли это и как часто они пользуются услугами МФЦ. Нет, нету никаких. Ну, пока по небольшому обращению жалоб нет. Я не знаю, нет, я обращалась вот не очень давно о оформлении карт пенсионных. Быстро. Ну, как быстро? Ну, пришлось посидеть, конечно, но я имею в виду в один день. Вот недавно совсем оформляла заявление, я не могла туда попасть. Там столько народу, работают люди мало, принимают заявления. И, в общем, короче, просидела и с утра пришла, заняла очередь на второй день уже, на первый я не попала. Я давно обращалась, поэтому сейчас не могла им конкретно сказать. Нет, никаких жалоб нет. Хорошо работают. Да нет, все хорошо. Да не знаю, честно. Ну, конечно, что-то не устраивает. Ну, хорошо. Всегда приятливые. Мы выяснили, что у большинства опрошенных саровчан нет претензий к работе многофункционального центра. 23 июня завершился первый тур регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2021». В нем участвовали 17 педагогов-психологов из 16 муниципальных районов и городских округов Нижегородской области. По итогам конкурса 8 претендентов вышли во второй тур регионального этапа. В их число вошла саровчанка Александра Ромашкина, педагог-психолог детского сада номер 4. Первый тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2021» проходил в дистанционном формате. От участников требовалось написать характеристику своей профессиональной деятельности. У Александры за плечами многолетний опыт работы психологом в различных образовательных учреждениях. В детском саду номер 4 девушка работает 2 года. Большой багаж знаний, умений и навыков помог Александре оказаться среди финалистов и выйти во второй тур регионального этапа. Я вообще люблю участвовать в различных конкурсах, еще начиная со студенческих времен. Всегда, когда ты участвуешь в конкурсе, ты начинаешь бросать себе вызов, повышаешь уровень своего профессионального мастерства и вносишь что-то новое в свою профессию. Поэтому я, не задумываясь, решила поучаствовать. Педагог-психолог – профессия уникальная и творческая. Александра постоянно пробует и внедряет в свою работу новые методы и приемы. Психолог нацелен не только на детей, но проводит тренинги, семинары с воспитателями и родителями. Зачастую успех работы зависит от настроя коллег и общего климата в рабочей группе. Коллектив детского сада номер 4 поддерживает Александру во всех начинаниях и создает условия для плодотворной работы. В этом саду еще настолько уникальный, открытый, искренне сплоченный коллектив. Вот он как единая команда, знаете, которую можно править, поддержать, помочь тебе. Здесь все педагоги, они дополняют друг друга. И вот как раз в этом саду есть такая площадка как бы для твоего профессионального роста и развития. Помимо своей профессиональной деятельности Александра занимается бальными танцами, играет на фортепиано и пишет стихи. В своей работе девушка посвятила стихотворение под названием «Один день из жизни педагога-психолога». Ребенок каждый уникален, непредсказуем, идеален. Горят его сейчас глаза, всегда он верит в чудеса. Я та, что детям помогает избавиться от разных бед, душевных все переживаний и новых достигать побед. Для второго тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2021» участникам предстоит провести мастер-класс. Александра готова собрать все силы для достойного выступления и победы. Финал пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Темный, светлый, чистый, с натуральными добавками на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 9 по 11 июля там проходит медовая феерия. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на медовой феерии можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ. Температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен. Поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на медовой феерии мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый майский цветочный высокогорный мед. Предложит вам и продукты пчеловодства. Пыльца, маточное молочко, настойка прополиса на воде и перга. Перга эта пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже в сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 11 июля с 10 до 19 часов. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работа Екатерина Апенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok